Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. В сегодняшних фото новостях DJI Mavic Air 2, слухи про новые камеры от Nikon, Sony Alpha 7S III опять не показали, Canon не забывает про M-серию, а также кое-что еще. Поехали! Друзья, сразу в начале выпуска хочу рассказать вам о новостях нашего канала. 1 мая у нас вышел обзор камеры Sony Alpha 7 III. Мы взяли ее на одну из наших реальных съемок и опробовали как на фото, так и на видео. Ролик получился очень насыщенным, поэтому подсказочка в углу. Можете переходить сейчас, а лучше досмотрите выпуск новостей до конца, а затем уже приступайте к просмотру обзора. А теперь анонс. В среду на канале выйдет большое интервью с представителем компании Canon. Говорить будем про фотокамеры, синема камеры, фото бизнес, сцены, поддержку пользователей, амбассадоров и слухи про камеры. В общем, 2 часа разговоров на интересные темы. Если не хотите пропустить видео, то обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Компания DJI представила новый дрон DJI Mavic Air 2. Начнем с главного. Камера второго Air основана на 48-мегапиксельном полудюймовом Quad-Bire CMOS датчике, который способен записывать в видео 4К со скоростью до 60 кадров в секунду с битрейдом 120 Мбит в секунду. При снижении FPS до 30 кадров в секунду в 4К Mavic может записывать видео в HDR, а в режиме замедленной съемки максимальная скорость записи составляет 240 кадров в секунду в Full HD. Я вам скажу, с такими спеками страшно подумать, что они впихнут в новый Mavic Pro. Ну поехали дальше. В коптере присутствует новая функция Hyperlapse 8K с использованием одного из четырех режимов полета. Как я понимаю, выпустить продукт в 2020 году и не впихнуть 8K на коробку просто нереально. Mavic Air 2 может снимать фото с разрешением 12 Мп или 48 Мп, используя функцию суперсемплинга, которая использует трехосный подвес камеры для компенсации изменения положения. Новый режим фотосъемки Smart Photo позволяет снимать 12 Мп кадры с помощью одного из трех режимов, которые, по словам DJI, используют расширенный анализ сцены и глубокое обучение. Первый режим это HDR, который позволяет снимать 7 фотографий с разной экспозиции и объединять их вместе для оптимизации динамического диапазона изображения. Второй режим Hyperlite, который разработан специально для слабого освещения. Он делает несколько фотографий и объединяет их вместе, чтобы создать одно изображение с меньшим уровнем шума. И третий режим это распознавание сцены, который автоматически анализирует кадр и выбирает одну из пяти предустановок. Закаты, голубое небо, трава, снег или деревья для применения к изображению. Думаю, про фото и видео достаточно. По самому коптеру DJI использует новые двигатели и электронные регуляторы скорости в сочетании с усовершенствованными аккумуляторами. И теперь максимальное время полета составляет 34 минуты на одной зарядке. Вес устройства составляет 570 грамм, а максимальная скорость полета 68 километров в час. Максимальная дальность полета составляет 10 километров в условиях, когда нет препятствий. В Mavic Air 2 включена усовершенствованная система помощи пилотам, которая представляет собой новую технологию предотвращения столкновения с препятствиями. Новый коптер уже доступен в покупке в Китае, а в других регионах первое устройство появится на площадках в середине мая по цене 799 долларов США. Стандартный комплект будет включать в себя Mavic Air 2, одну батарею, пульт дистанционного управления и все необходимые кабели. Комплектация Fly More Combo будет включать в себя также наплечную сумку, фильтры ND, зарядку и три дополнительных аккумулятора. А ее цена составит 1000 долларов США. У Nikon на этой неделе новостей нет, но есть новые слухи. Пробежимся быстренько по ним. Видимо, от скукоты карантинной распространители слухов решили воспользоваться прошлыми наработками. И все обстоятельно сгруппировать. Итак, новая модель камеры Nikon N1933 была недавно зарегистрирована в Национальной комиссии по связи Тайвань. Камера оснащена Wi-Fi и Bluetooth модулями. Еще засветилась новая батарея Nikon EN-EL15C на 2280 мАч. Кстати, нынешняя батарея EN-EL15B имеет 1900 мАч. Объектив, прикрепленный во время сертификационных испытаний, был Nikkor ZDX 1650 мм f3.563 VR, что наталкивает на мысль о новой кроп без зеркалки от Nikon. Хотя, может быть, заметали следы. Кто знает. Ну и всякие якобы достоверные источники по-прежнему утверждают о том, что Nikon анонсирует как минимум две новые беззеркалки в 2020 году. И приводят такие варианты. Nikon Z30, младшая кроп-модель без видоискателя. Nikon Z8, профессиональная беззеркальная камера, ожидаемая в конце 2020 года или в начале 2021 года. Видимо, с очень многопиксельным сенсором. Еще одна полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z. Или обновление камеры Nikon Z6, или более низкая по цене камера Nikon Z5. Ну а в зеркальном мире должна появиться замена Nikon D850, которая будет иметь те же характеристики, что и предстоящий Z8. То есть получим примерно такую же схему, как Nikon D780 и Nikon Z6. Вот такие вот прогнозы. По новым объективам информации нет вообще. Но Nikon Rumors рассказали, что они получили наводку на то, что якобы новая 200-ка F2 уже была протестирована в прошлом году. А тут еще в прошлом выпуске я вам рассказывал про то, что текущую 200-ку уже сняли с производства. И вот тут мне становится интересно, будет ли новая 200-ка для зеркальной системы или для беззеркальной системы. И если помните, я вам уже рассказывал про то, что компания в прошлом году выпустила промо-ролик, в котором упоминается новый объектив Nikon AF-S Nikkor 200mm F2i FL-ED VR. Но компания быстренько удалила ролик с канала Nikon на YouTube. Так что делайте выводы сами, а ссылочку на ту новость оставлю вам в подсказке. Можете посмотреть наш выпуск годовой давности. Да, чуть не забыл. Все же одна новость от Nikon была на этой неделе. Вышла новая прошивка для камеры Nikon D850. Изменение было одно незначительное. Исправлена ошибка, при которой некоторые объективы не могли обновить прошивку на этой камере. Ссылочка на прошивку в описании. В связи с пандемией и необходимостью людей все больше и больше использовать веб-камеры для работы и повседневных нужд, компания Canon объявила о выпуске программного обеспечения EOS Webcam Utility Beta. Программа, которая с помощью одного USB-кабеля превратит совместимые камеры Canon EOS и камеры PowerShot в специализированные веб-камеры для ПК, работающие под управлением Windows 10 64-битной версии. Загрузить бета-версию EOS Webcam Utility вы можете с официального сайта компании и ссылочку я оставлю вам в описании. Так как это бета-версия программы, компания Canon просит оставить отзывы о приложении на специальном форуме Canon. Лично я поддерживаю такое решение Canon. Это очень здорово, что компания пытается расширить области использования своих камер и облегчает жизнь своим пользователям, спасая их от покупки устройств для видеозахвата. По слухам, у Canon на этой неделе все относительно спокойно, но разговоры тем не менее есть. А говорят про то, что в дорожной карте Canon указано, что в 2021 году будут объявлены и выпущены еще две камеры из серии EOS R. Обе камеры якобы имеют внутренние имена, но какие, конечно же, неизвестно. И упоминания о спецификациях также нет. А еще компания не забывает и про M-серию. По слухам, в 2020 году мы должны будем увидеть продолжение популярной камеры Canon EOS M50. А второй новинкой может стать камера-флагман M-серии, камера, которая будет в линейке NAT Canon EOS M6 Mark II. Пока детали неизвестны, но слух интересный. Хоть все и ждали, но на прошлой неделе Sony нас так и не удивили. Новую Alpha 7S не дождались. Про простые семерки также ничего не слышно. Так что владельцы Sonic приуныли. Но все же маленький луч надежды засиял на небе, и Sony зарегистрировали новую модель камеры с кодом модели WW271448. Камера использует мощный модуль Wi-Fi, что скорее всего указывает на то, что возможно это будет беззеркальная фулл-фрейм камера. На сайтах со слухами и утечками говорят, что после того, как производитель зарегистрировал камеру в агентстве по сертификации беспроводной связи, в целом проходит от 3 до 4 месяцев до анонса камер. Так что все хором закричали, что скорее всего камера WW271448 это именно Sony Alpha 7S III. И по словам источников, Sony должна была сделать объявление о разработке продукта 30 апреля 2020 года. Но этого не произошло, так что лишний раз убеждаюсь, что Sony будет держать интригу до последнего. И никто ничего не знает, что же там реально происходит у Sony. Если вам понравился этот выпуск, то с вас лайк, коммент, подписка, колокольчик и все-все-все хорошее для нас. Мы стараемся, а вы смотрите. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok